Уже более 107 тысяч автомобилей легализовано по республике в ходе акции, которую МВД начало 23 января. Казахстанцам была представлена возможность легализовать иностранные автомобили, ввезенные на территорию страны до 1 сентября 2022 года. При этом владельцы машин, ввезенных в страну под видом запасных частей, столкнулись с трудностями в связи с отсутствием официальных регистрационных документов. В МВД выявлено порядка 14 тысяч автомобилей-конструкторов. Ранее сотрудники ведомства сообщали, что готовы пойти навстречу обладателям и таких машин. Для решения этой проблемы разработаны положения, позволяющие гражданам легализовать и осуществлять первичную регистрацию так называемых автомобилей-конструкторов. Согласно дополнениям, которые были внесены в постановлении номер 13 от 9 января текущего года, в свидетельство о регистрации транспортных средств, ввезенных в Казахстан под видом запасных частей и не прошедших таможенную очистку, будет указана запись о запрете на изменение права собственности. И эксплуатировать такие автомобили можно будет только на территории республики. В остальном условия те же, что и для обычных авто, подлежащих легализации. Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге. Для регистрации транспортных средств автомобилей-конструкторов необходимо это первое заявление. Акт осмотра транспортного средства, выданного полномочным сотрудникам органов внутренних дел, а также диагностическая карта технического осмотра. Подача заявок также возможна через мобильные приложения банка второго уровня. Также можно подать заявку и через сервисы ЕГОВ. Как сообщили в Кустанайском департаменте полиции, на сегодня по области легализовано свыше 5 тысяч транспортных средств. Но около тысячи владельцев машин с иностранной регистрации получили отказы. На это есть три причины. Автомобили были ввезены после 1 сентября 2022 года. Они значатся на учете в другом государстве, в связи с чем имеются ограничения на регистрационные действия. Или у них неподтвержденная таможенная очистка. При проведении мониторинга страховых полисов выяснилось, что в Кустанайской области порядка 80 автомобилей значатся конструкторами. Хамзан Рупийсов, Наталья Луговская, РТН